Филиппины – это популярное в туристическом плане островное государство, которое ежегодно посещают более 6 миллионов человек, и эта цифра постоянно растет. Красивое море, чистые пляжи и возможность хорошо отдохнуть привлекают сюда туристов и путешественников со всего мира. Манила Филиппины является столицей и главным городом страны, практически все посещающие страну прибывают в международный аэропорт Ниноякино, главный авиационный узел островного государства. В Маниле находятся все государственные учреждения и представительства крупных иностранных компаний, это главный мегаполис Филиппин. Манила находится на острове Лусон, на побережье Южно-Китайского моря. Это город с населением около 2 миллионов человек, однако всю агломерацию населяет почти 22 миллиона. После города Кисон-Сити, это второй по плотности и населению в стране и один из самых густонаселенных в мире. Это очень сильно сказывается на экологической ситуации, населенный пункт очень страдает от загрязнения атмосферы. Официальными языками столицы являются английский и филиппинский. Основная масса населения исповедует католицизм. Манила имеет богатую историю, страна была мусульманской, до испанского завоевания, позже долгое время находилась под их управлением. После испанцев остались множество достопримечательностей и памятников, а также здания колониальной архитектуры, которыми славится город. Позднее Манила захватывалась американцами и японцами во время Второй мировой войны. Почтовый индекс – от 0900 до 1096. Филиппины в августе имеет субэкваториальный климат. Очень большая разница между сухим и влажными сезонами. С декабря по май продолжается сухой сезон, который потом имеет возможность передать правление дождливому сезону с большим количеством осадков, которые выпадают каждый день. Важно, наилучшим временем для посещения Манил является сухой сезон, поскольку в дождливый очень большое количество осадков, которые будут мешать отдыхать. Средняя температура и норма осадков за год – январь – 26,8 градуса Цельсия, 29 мм, осадки – февраль – 27,4 градуса Цельсия, 12 мм, март – 28,6 градуса Цельсия, 14 мм, апрель – 30 градусов Цельсия, 19 мм, май – 30,1 градуса Цельсия, 136 мм, июнь – 29,3 градуса Цельсия. 225 мм, июль – 28,5 градусов Цельсия, 324 мм, август – 28,2 градуса Цельсия, 350 мм, сентябрь – 28,3 градуса Цельсия, 269 мм, октябрь – 28,4 градуса Цельсия, 211 мм, ноябрь – 28,1 градуса Цельсия, 94 мм, декабрь – 27,5 градуса Цельсия, 60 мм. Наилучшим временем для посещения Манилы является период с февраля по май, подойдет и для пляжного отдыха и осмотра достопримечательностей. Аэропорт и Филиппин является религиозным центром Филиппин, имеет свою архиепархию. Соответственно тут расположены множество церквей и храмов, которые обязательно стоит посетить и осмотреть. Основным и самым большим является Кафедральный собор Манилы или Малая базилика Непорочного зачатия. Кроме этого тут находятся еще три большие базилики. Самая старая церковь Манилы, внесенная в список ЮНЕСКО – церковь Сан-Аугустин. Построена была в 1607 году испанцами. Наряду с еще четырьмя филиппинскими церквями имеют общие названия «Цервки Филиппин» в стиле барокко, распространены в городе и другие религиозные общины. Это буддисты и даосисты, которые имеют свои религиозные храмы, построенные китайской общиной. Мусульманская мечеть Ат-Дахаб находится в районе Кьяпа, месте сосредоточения мусульман – Баха-Чинэй. Это музей, полностью построенный китайской диаспорой страны и посвященный быту и культуре китайцев, живущих на Филиппинах, Интрамуроз. Рекомендуется сходит любителям вооружения. Представляет собой музей звука и света, который посвящен революции в стране. Столичный музей, хранит произведения искусства, можно ознакомиться с культурой и бытом города и местных жителей и посмотреть полотна известных художников. Для детей будет интересен музей Памбата, созданный специально для подрастающего поколения – Ресаль. Центральный парк города с красивыми тропическими зелеными насаждениями. В парке имени Хосе Ресаля создавалась история страны. Здесь он был казнен за подготовку восстания, он являлся важнейшим революционером и национальным героем. Также в парке можно найти сады в восточном стиле, планетарий, павильон с бабочками, национальную библиотеку, океанариум с морскими обитателями. Известен тем, что тут находится рельефная карта государства и флагшток, от которого происходит отсчет расстояний в Филиппинах. Обратите внимание, в связи с большим наплывом туристов необходимо заранее покупать билеты в музее Манилы. Коломбо, Шри-Ланка, Манила представляет собой большой портовый город, поэтому вода в заливе грязная и оборудованных пляжей нет. Манила пляжный отдых которого сосредоточен подальше от города, где чистые и оборудованные места для купания. На заметку. Для того, чтобы позагорать и купаться, следует посещать город с января до апреля, когда температура высокая, а осадки редки. Манила-Филиппины пляжи, пляж Субик. Расположен на севере от города, имеет все необходимое. Чистый песок и прозрачная вода очень давно привлекали сюда испанские и американских завоевателей города, Белый пляж. Находится на острове Мондора, на который необходимо добираться автомобилем, паромом или на такси. Это бюджетный курорт с многочисленными отелями, идеально подойдет для семей с детьми. Предлагает Белый песок и чистое море, Сабанг. Находится недалеко от Белого пляжа. Это отличное место для занятий дайвингом морскими активными видами спорта. Будучи в Маниле необходимо придерживаться следующих рекомендаций. Филиппины являются точкой, где часто случаются стихийные бедствия, не следует посещать Манилу в период надвигающихся штормов и ураганов, следует хранить личные вещи в сейфе отеля и аккуратно носить с собой сумки, кошельки и технику в связи с частыми случаями воровства. Английский язык является вторым государственным и очень распространен. Поэтому любой турист не будет испытывать проблем даже с базовым знанием. Курение в некоторых общественных местах строго запрещено, а штрафы большие. При троекратном нарушении грозит тюрьма. Манила является отличным вариантом для отдыха, потому что в этом месте можно идеально совместить просмотр большого количества достопримечательностей и пляжный отдых. Город не обладает обустроенными пляжами, однако до них можно легко добраться.